результатов. И сейчас Татьяна поделится с нами, как именно активность и рекрутинг помогли ей добиться вот таких вот замечательных результатов. Татьяна, я передаю вам слово и приглашаю вас в вебинарную комнату. Меня Татьяна Кучерук, я из города Краматорск, Донецкая область. Я думаю, сейчас многие знают, что это за город. Мне 33 года, у меня два высших образования, и я в прошлом работала начальником торгового отдела на ювелирном предприятии. И схожу так, что ушла оттуда по собственному желанию. Немножко расскажу о себе, свою историю. Ушла оттуда, ушла в никуда, ушла открывать предпринимательскую деятельность. Появился, потом появился второй, первый ребенок. Я бизнес прикрыла, потому что было невыгодно. Тех вложений, которые требовал этот бизнес, у меня не было. И, соответственно, я прогорела, да. Все, на этом все закончилось. Я была в декрете. И что делать? Пришло время искать какую-то работу, искать что-то. Но ребенок болел, и я искала удаленно, что-то удаленное. И в 2015 году я зарегистрировалась. Все-таки зарегистрировалась в компании Reflame, потому что год до этого мне предлагали работу с компанией. Больше хочу вам сказать, у меня были примеры и есть примеры лидеров, лидеров из моего города, которые добились многого в этой компании, у которой изменили кардинально свою жизнь. Я с ними знакома лично. Сейчас даже вот на СПО, на этом СПО забираю свои заказы у одного из лидеров. Но на тот момент мне как-то было очень страшно, и вот была мысль, что это все вот не мое. Они молодцы, они круто изменили, все делали для того, чтобы здесь заработать. Но вот это не мое. И с этим я так и жила, в принципе, да. Не мое, не мое. Но пришел момент, и мне предлагали, я отказывалась, отказывалась, год отказывалась. В итоге, когда уже прижала, когда уже нужна была работа, нашла объявление, пришла в Арифлейм. И то, нашла объявление, прочитала, думаю, да, опять Арифлейм. Нет, это не мое. И мне прислали даже малку, мне прислали, говорят, ну попробуйте, что вы теряете. Попробуйте, посмотрите. И я пришла посмотреть. И первое, что я увидела, это размах возможностей компании. Настолько у меня загорелись глаза, настолько я была поражена и шокирована, что это все возможно, что возможно путешествовать с компанией, что возможно зарабатывать большие деньги с компанией, не выходя из дома. Да, мне важно сейчас, особенно сейчас, да, у меня трое деток, двое из них двойняшки. И я вам хочу сказать, что я зарегистрировалась и буквально в скоростях у меня беременность вторая, у меня беременность двойняшками. Получается, у меня сейчас три мальчика. Старшему было 4 года, когда родились мои двойняшечки. И вот первая беременность, беременность тяжелая, я выпала из работы, выпала на три месяца. На три месяца ушла, не было возможности у меня не работать, никогда даже выходить. Было не до того немножко. Все-таки двое деток на данный момент тяжело выносить. И вот я выпала, ну как только я уже попала домой, естественно, я начала включаться снова в работу. Включилась в работу, начала рекрутировать. Начала рекрутировать, приглашать. Не получалось, очень много не получалось. Вроде как уже начали продвигаться шаги, да, начала я расти по лестнице успеха. И опять, и опять сохранение, опять больница, рождение малышей. Опять мы лежим в больнице, два месяца опять потери. И вот это все, оно сказывается, конечно, на росте. Но, ребят, ни разу не было того, что хотелось бросить. Вот этот первый вебинар, который мне показали о возможностях компании, он перевернул мое сознание, скажем так. И мне было все равно, какие у меня трудности, что я видела цель и хотела к ней идти. И уже в апреле, спустя, да, сколько времени после регистрации, в апреле 2017 года я открыла квалификацию директор. Дальше уже было проще, да, директор, когда достигается этот уровень директора, уже как-то все идет по накатанной. Уже ты знаешь, что делать, ты просто идешь к своей цели. В октябре закрытие директора, в ноябре этого же года открыто старший директор. В марте 2018 года открылся золотой директор. Январь 2019 закрыла золотого директора, была небольшая просадка. Была просадка именно летом, когда вот все в отпусках, все кто отдыхает. И немножко, когда вы даете себе слабинку, да, да, то идет, пришел небольшой откат. Но мы эту ситуацию выровняли, что мы делали, да, я вам расскажу. В ноябре 2018 года я открываю старшего золотого директора и в декабре, когда моим двойняшкам день рождения три годика, у меня родился еще один директор, четвертый, и открылась квалификация сапфирового директора. И вот хочу вам сказать, да, немножко откатиться назад. Когда я зарегистрировалась, только зарегистрировалась, регистрации у меня не было три месяца. Не получалось. Я хваталась за все и сразу, но не получалось. И на тот момент тогда я поняла, что основной фокус, что я хочу научиться рекрутировать. И вот первый акцент в своей работе еще был сделан тогда, что мне нужно самой, не надеяться на спонсора, который там рекрутирует, да, который умеет. Мне нужно научиться самой рекрутировать. Почему? Потому что рекрутинг – это основа нашего бизнеса. Это, скажем так, фундамент, на котором держится вот этот весь бизнес. Можно продавать, можно продавать и делать огромные продажи. Я думаю, что можно даже продать на уровень директора. Но а что дальше? Без притока новых людей вы дальше расти не будете. Поэтому нужно рекрутировать, нужно уделять этому максимальное внимание. И процент рекрутинга, нужно его контролировать всегда. Если низкий рекрутинг, значит, нужно задаться вопросом, что нужно сделать, как нужно сделать, да, чтобы пошел рост, чтобы пришли ключевые партнеры, чтобы вы смогли добиться тех целей, которые у вас поставлены. Поэтому компания для нас запускает невероятно крутые акции. Сейчас вот акция, программа рекрутинговая «На крылах МРИИ». Шикарная программа, шикарные подарки. У меня девочки уже ждут свои сумочки. И до этого была посуда тоже невероятно, да. Вы видели эти цены, реальные цены такой посуды. Поэтому мы, конечно же, проговариваем, проговариваем все программы, которые проводят компания. Потому что, ну, просто игнорировать это, не выполнять условия. Ну, нет никакого смысла. Вам почти даром достаются такие шикарные аксессуары. Что мы делаем? У нас есть рекрутинговый чат. В рекрутинговом чате не просто идет какая-то общая информация. В рекрутинговом чате есть отчеты, ежедневные отчеты людей, которые рекрутируют. Для чего это делается? Ну, конечно, не для того, чтобы заморить всех отчетами, замучать. А именно для того, чтобы я, а также менеджеры понимали, насколько эффективно работает человек. Почему у него не получается? Почему у одного получается, а у другого не получается? У меня команда сейчас рекрутирует разными способами. Благо у нас сейчас есть YouTube, да, есть внутрикомандное обучение, и проводятся вебинары по всевозможным способам рекрутинга. Просто бери и делай. И вот каждый выбирает для себя то, что ему интересно. Но по итогу дня он должен написать отчет. Написать отчет, что он сделал, какие действия продуктивные были сделаны в течение этого дня, это касается именно рекрутинга. Чтобы у него пошел рост, да. Вот я вам скинула, написала пример отчета. Если это рекрутинг в соцсети, в одноклассниках, например, сколько страничек было сделано новых, сколько было сделано приглашений, заметки, отметки, сколько было самое главное в этих отчетах, что я смотрю, да. Человек может не сделать никаких страничек, не сделать приглашений, он может работать только с откликами, потому что у него много их, и он просто не успел что-то другое. И сколько было регистраций, обязательно, сколько регистраций есть. По итогу каталога, по итогу отчетного периода нашего, мы смотрим, сколько каждый человек сделал регистрации. То есть эти отчеты мы все вносим в сводный отчет, и видно сразу, насколько идут продуктивные действия. Видно, почему, допустим, у Маши, Маша растет, у Маши много ключевых партнеров, а Аня, например, не растет, потому что у Маши, допустим, 50 регистраций, а у Ани 10 за каталог. Есть существенная разница, да. Поэтому здесь очень большой упор идет на рекрутинг. То есть у нас рекрутинговый чат такой вот кипящий. Еще что, какая фишка, какую фишку мы делали, запускали. Запускали это в летний период. Готовились мы к менеджерской конференции. Давайте вопросики после моего выступления, я отвечу на все. Хорошо, подготовьте просто вопросики, и потом не скинете. Я буду отвечать, чтобы я не сбивалась. И вот какая фишечка, что я запускала, и что дало хорошие результаты. Мы запускали марафон, который был связан с Q-рекрутами. Участвовали все, все, кто хочет. Не было такого, что он принуждал, вот все давайте участвовать. Нет, участвовали те, кто хочет, но желающих было много. И смысл был в том, что человек получит презент от меня, если у него будет максимальное количество рекрутов за определенный период. У нас был 90-дневный период марафона, и эти люди писали отчеты, и если Q-шечка, да, он в чате пишет, «Вау, у меня Q-рекрут». Все, мы в табличке фиксируем. И здесь даже была такая вот момент, соревновательный момент. Не так важно то, что там какой-то вы презент от меня получите, а важно, насколько вот я молодец. Почему? Одного получается, а у другого нет. И все пытались подтянуться, все стремились получить Q-рекрута. И даже сейчас у нас в чате, вот если есть Q-шечка, девчонки пишут, «Вау, класс, у меня Q-рекрут». «Вау, у меня там два Q-рекрута». То есть и кто-то видит, кто у кого не получается, тот начинает активнее-активнее работать. Вот такие вот мы фишки запускаем именно в рекрутинге. И второй акцент на что делаю я в своей команде – это активность. Сейчас невероятные акции проводит для нас компания. Акция активности, стартовая программа. Стартовая программа – это был просто шок. Я была в ужасе, дума, боже, это такие нереально крутые продукты, продукты, которые действительно пользуются спросом, которые сейчас фавориты у каждого, у каждого, кто в компании работает. Тот пользуется вот этим продуктом. Эссенция, я просто не знаю, как я без нее жила раньше. Инновационные, новые, классные, дорогие продукты, которые стоят своих денег, сейчас у нас идут по стартовой программе, их можно купить за копейки. Поэтому вот это все мы проговариваем, мы проговариваем в голосовых сообщениях своим новичкам, что если ты, например, да, если ты идешь по акции активность, если ты смог собрать на 50 баллов заказ, ну, 50 баллов – это для меня, мне кажется, это небольшой заказ, потому что зайди к себе в ванную комнату, посмотри к себе в косметичку, и ты увидишь, что у тебя там на 50 баллов, ну, точно надо. Я когда пришла, я пошла по стартовой программе, пришла в первый день и сделала заказ на стартовую программу, на первый шаг, скажем так, дорвалась до каталога, увидела, давно не видела, и мне было так интересно. Все позаканчивалось, но когда ты сидишь в декрете, да, как-то не до того, то на то, то на то уходит, и уже на себя ты там смотришь, да ладно. И когда увидела все, мне и то, и то, и то, и надо, и вот прошла стартовую программу. И сейчас, да, если ты на акцию активности прошел, то еще 50 баллов, еще одна подружка твоя, с заказом, и ты уже получаешь шикарные подарки, ты уже идешь по стартовой программе. Вот это все мы проговариваем голосом. Ничего не пишем, только вот голосовые сообщения, и все, и картинки, конечно, мы показываем наглядно, потому что кто-то аудиал, да, кто-то визуал, кто-то смотрит, кто-то слушает, на картинках все видно, да, что ты получишь, какие шикарные продукты. Плюс очень сильная работа ведется в чате по продукции, ежедневно, ежедневно, на постоянной основе делаются видеообзоры, видеообзоры продукции, которые, например, есть. Например, можно сделать обзор косметички. Я делала обзор косметички. Чем я пользуюсь? Вроде бы ничего такого сверхъестественного, но чем я пользуюсь? Что находится в ванной комнате у вас? Какие любимые продукты? То есть есть свободные темы, выбирают, рассказывают девчонки о лаках, кто пользуется лаком для ногтей. Рассказывали, вот недавно Маша рассказывала про лаки для ногтей, насколько шикарные. Кто про феминель, какие в ванной комнате обязательные продукты, которые покупаются в каждом каталоге. Кто-то пришел в заказ, вау, и пришел в заказ и делает обзор. И я вам хочу сказать по собственному опыту, что вот листаешь каталог, ты смотришь, вроде как, идешь по накатам на то, что тебе надо, то, что ты постоянно покупаешь, ты ложишь себе в корзину и все. Тут дети, тут новички. И как бы на то, чтобы внимательно рассмотреть каталог, времени не всегда находится. И даже если я смотрю внимательно, я всегда почему-то пропускаю какие-то определенные продукты. И вот в чьем-то обзоре уже видишь этот продукт и думаешь, блин, а мне что же надо? У меня-то тоже это закончилось, или этого нет, или мне надо? И кто-то вкусно рассказал, вот даже, например, на капсулы, на Вэйдж, я обратила внимание после обзора моего новичка. Я считала, что мне они не надо. И вот это все очень важно и подается все в видео в вот таких кружочках. Также в обязательном порядке у нас проводятся программы по новейдж, да, то есть планерочки новейдж и велнес раз в неделю мы проводим. Девчонки делятся опытом, также рассказывают о преимуществах данного продукта. Вот это проходит в чате. В чате постоянно, регулярно, ежедневно. Плюс выгоды прописываются. Ну, я думаю, вы тоже это делаете, да, прописываете выгоды, какие вы получили с какого-то определенного заказа. Особенно, если это совместная покупка. И третий акцент – это средний заказ. В каждых планерках, очень часто в планерочках мы затрагиваем вопрос среднего заказа. Объясню, почему. Ваш новичок, он может просто не понимать. Вот я была таким новичком. Я не понимала, зачем мне надо вот сейчас делать 150. Ну, делаю я свой заказ, да, там, насколько прошла стартовую программу, и у меня так заказ колебался. 60-100 баллов. Вот так вот. И я так делала полгода. А потом мне муж говорит, муж, Таня говорит, а ты зачем сюда пришла? Ты говорит, для чего пришла? Бизнес строить? Я говорю, ну да. Он говорит, а почему ты не делаешь свои 150? И вот, ну, дети, маленькие дети, да, беременность тяжелая, на которую тоже много денег уходит, и как бы до заказа не было никакой возможности, чтобы делать самой заказ этот. и он говорит, ну, да, думает, ну, можно же какие-то варианты найти. Давай искать. И вот тогда задалась вопросом, ну, что я могу сделать? Что я могу сделать, чтобы сделать свои 150 баллов? Ведь, ну, он прав, да? Я же строю бизнес. А бизнес мы начинаем с себя. Прежде всего, если ты хочешь, чтобы твои новички делали заказы, высокобаловые заказы, да, и зарабатывали, ты должен сам это делать, ты должен уметь рассказать об этом. И я начала искать варианты. И представляете, да, вот сижу я на кухне, пришла ко мне подружка, я ищу вариант. Пришла подружка, но она посмотрела котовую, говорит, да, ты знаешь, ну, мне ничего не надо. И вот мы с ней пьем чай, и звонит ее мама с работы, и говорит, Ира, говорит, у тебя там Таня аж занимается Арифлеймом. Говорит, а спроси у нее, а есть там то-то, то-то, там какую-то туалетную воду, и не глядя каталог, они мне делают заказ на 150 баллов. Представляете, да? Заказ на 150 баллов. Это был мой первый заказ, потому что, ну, вот я задалась вопросом, я хотела найти вариант, и вариант нашел меня. То есть человек не видел каталог, и они просто знали продукцию и позвонили, знали, что я работаю с компанией, и позвонили мне, и сделали заказ. И с того момента уже началось понимание, пришло понимание того, что зачем это нужно делать, что это уже твой заработок, да? Вот здесь, если мы посмотрим средний заказ по структуре, для того, чтобы выйти на уровень директора, год нужен, если вы будете делать по 50 баллов бонуса, вы и ваша команда, да, и вам нужно 150 человек. 150 человек. Если средний заказ вашей команде, 100 баллов бонуса, вам нужно 75 человек и 7-9 месяцев. При этом, обратите внимание, ребята, при этом вот в этих двух случаях в вашей команде никто не зарабатывает. Да, может быть, здесь там кто-то делает 150, а кто-то 50, но большинство они не зарабатывают ничего. Они просто потребители. Ну, мы же пришли сюда бизнес строить, да? Нам надо, чтобы наши люди зарабатывали. Поэтому очень важно рассказать, что 150 баллов – это прежде всего твой доход. И если ты один раз научился, если у тебя один раз получилось сделать 150, то потом уже ты легко будешь делать, и каждый раз будет легче и легче. И здесь, если ты и твоя команда делают 150 баллов бонуса, тебе нужно всего 50 человек и 4-6 месяцев. Намного меньше, правда, чем год и более. Если вы делаете 200 баллов, научили вы свою команду делать по 200 и больше баллов, количество людей в вашей команде гораздо меньше, и срок выхода, да, срок, простите, длительность выхода на открытие уровня директор – 2-4 месяца. За 2 месяца можно легко открыть директора. Главное – задаться целью. И вот здесь, смотрите, при одном и том же количестве человек, но при разном среднем заказе по структуре, посмотрите, насколько меняется групповой товарооборот. Насколько круто меняется групповой товарооборот. Количество человек в команде одно и то же, но разница в групповом товарообороте колоссальная. Здесь, когда 50 баллов, вы еще только менеджер 18%, вы еще идете, хотя в команде уже 100 человек. При среднем заказе в 100 баллов у вас уже 10 тысяч, вы уже приближаетесь к уровню старшего директора. Дальше, дальше больше, и дальше больше доходы, дальше больше уровней, и дальше быстрее рост. Поэтому я хочу подвести черту под этими словами. Я хочу вам сказать, что обязательно нужно отслеживать показатели, обязательно нужно следить за показателями. Сейчас вроде бы я не переключала слайд. Обязательно нужно следить за показателями рекрутинга, строить свой бизнес. Без притока новых людей роста не будет. Нужно обязательно следить за активностью, потому что это ваш доход. И рассказывайте своим новым партнерам, своим ключевым партнерам, зачем им нужно учиться делать высокобаловые заказы. На данный момент мой заказ, заказ только для семьи, это минимум 350 баллов бонуса. Это минимум, потому что это wellness, это здоровье нашей семьи, это новейдж, это гели для душа. То есть у меня полностью, я полностью сменила магазин. Я не хожу никуда, не отношу никуда деньги, я покупаю все у себя. И мне это выгодно. И в завершение хочу вам сказать, что те, кто оказался на вершине, не с неба туда упали. У всех бывали трудности, какие-то преграды, какие-то сомнения, но были поставлены цели и продолжались действия. Если вы будете постоянно действовать, все преграды, абсолютно все преграды вы сможете преодолеть и покорите ту вершину, на которую вы сейчас намечены, нацелены. Всем спасибо за внимание и я передаю слово следующему спикеру.